В рамках Дня культуры мы привезли в Ташкент более 400 экземпляров книг из фондов нашей библиотеки. Это как художественная, научно-публицистическая литература по разным направлениям. Мы постарались придать нашей экспозиции необычную форму, например, форме юрты, как символа шанырака, объединяющего все народы. А это уголок казахской литературы. Именно здесь и будут размещены 150 экземпляров книг, которые подарили своим узбекским друзьям гости из казахского шингента. К слову, к казахской литературе здесь проявляют огромный интерес. Помимо регулярных чтений проводятся всевозможные конкурсы, стимулирующие молодежь не просто прочитать, но и полюбить творчество великих поэтов и писателей казахского народа. Наша история и культура тесно связаны. В Узбекистане именно на узбейский язык переведены многие произведения Абая, Альфа-Араби. И мы провели конкурс эссе на знания их произведений. А в рамках договоренности между нашими странами в этом году в Казахстане высшее образование получат в два раза больше студентам, чем в прошлом. По словам заместителя Акима города Шингкента, сегодня представители интеллигенции, артисты, поэты и писатели приехали в Ташкент не случайно. До вечера мы планируем встречи двух сторон, бизнес-сообщество тоже приехало, вечером будет галоконцерт. До этого были в начале года спортивные мероприятия, кроме Шингкента и полностью другие области, города тоже. Приезжали, вот эти мероприятия в Ташкенте проходят. Вот Ташкенту 2209 лет в этом году, мы на 2200 лет город Шингкент подал документы в ЮНЕСКО, что сколько лет юбилейная дата определяется каждый год. В рамках этого были конференции, форумы, в Самарханде проходили, у нас проходили. Есть хорошие бизнес-проекты, которые наши бизнес-проекты начали в нашей республике Узбекистан. Тем временем в конференц-зале звучали слова заверения в бесконечной дружбе между казахским и узбекским народами. А так как встреча прошла в свободном формате, то и получилась она по-особенному теплой и душевной. А вечером в Национальном театре Ташкента всех ждал грандиозный гала-концерт. Незадолго до его начала гости концерта могли познакомиться с лучшими ремесленниками из Шингкента, узнать, как создаются настоящие шедевры из глины, серебра, тканей. Мы очень рады, что проходит такое замечательное мероприятие. Спасибо всем организаторам. Уже на концерте песни в исполнении Акжолы Мирбекова, Шайхизады Байпадшановой, Жубаны Шайхиксенулы и Заттыбека Коббасынова настолько пришлись по душе зрителям, что они пустились в пляс. В выступлении народного артиста Узбекистана и Казахстана Фаруха Закирова зал встретил на ура, сначала подпевая ему по-казахски. А потом подхватив знаменитую Чайхану, которую артист предварил словами о дружбе. Под занавес мероприятия прозвучала песня о самом теплом и гостеприимном городе Земли, младшем брате солнечного Ташкента Шымкенте. Зрители долго не хотели отпускать артистов, овации длились несколько минут. Было понятно, что жители двух государств, неважно какой они национальности, ждут встречи друг с другом и очень дорожат этой бесценной дружбой между казахским и узбекским народами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!